Народ, привет! Ну что, не прошло и полгода, снова мы в Борисполе. Только на этот раз уже улетаем. Смотрите, сколько людей. Пускают только паспорт, пускают только когда посадочный. В общем, мы приехали намного раньше, поскольку думали, что трасса будет ремонтироваться. Трассу уже в Бориспольскую сделали, можете ехать, все классно. Если у нас вылет в 6, регистрация в 3, сейчас без 5.2, так что круто. Мы приехали, покажем вам аэропорт Борисполь, справним цены, бьютики. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы пойдем становиться в очередь. Все, всем пока! До встречи внутри аэропорта! Ну что, мы прорвались в аэропорт, очереди не было вообще, и там мерили только температуру. Я насмеялась, я стою с документами, не могу понять. Люди пикают свои руки, я думаю, господи, какие-то браслеты. Это меня не доходит, что это он температуру мерит. Просто температуру померили. Я спрашиваю, а вы температуру, кажется, мерите? Я думала, чипы уже повшивали. Давайте, куда вам повшивать? А он быстренько показывает место. В общем, уже в аэропорту. Тут такая тусня, сейчас пою камеру, посмотрите просто. Людей, может так не кажется, на самом деле людей море просто. Тачечек нету, надо искать. Кто-то бросил, надо бежать уже, это и хватает. Да, в общем, людей очень много. Вот наши тачечки. Сегодня у меня скотч постоянно заканчивался. Я то зеленым клеила, то обычным, то серым. Оцените качество работы. Кстати, в аэропорту 100 гривен стоит. Да, 100 гривен стоит. Ну вот, у нас снова сумочка для еды с нами, ручная кладь, рюкзаки на нас. И вот чемоданчики. В общем, что я вам скажу, у нас еще есть куча времени. Сейчас прям увеличу вам людей. Ну так, прилично вам скажу, прилично. Прилично. Наташа пытается заглянуть в камеру. Я увеличила, я такое большое лицо сейчас в камере. Все, в общем, вот столько вот народу. А мы сейчас будем идти, где-то посидим, может, попьем кофе. Вон, сразу заходите, вон, до витка, сразу можно увидеть, что где ваш рейс. Нашего рейса еще нет. Мы отлетаем 6, здесь последний пока 16.55. То есть все, пойдем погуляем сейчас. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрите, как прикольно в аэропорту. Мау нам помогает ручную кладь сдать самостоятельно. Если вы зарегистрировались, у вас есть посадочный, просто вводите код. Там показывается вес чемодана, главное, чтобы не было перевеса. Потом выплывает наклеечка. Вы должны знать, что у вас ничего запрещенного нет, и вы паковали вещи самостоятельно. Вот, вам выезжает такая вот ленточка, вы клеите на багаж. И потом багаж отправляется. А у нас будут какие-то документы на багаж, да? Да, мы же будем на это, сейчас. Наташа, давай, ты по одному бушь-бушь. Все, классно, что Наташа распечатала посадочный, но мы как-то и в телефоне показывали. Наташа более сильная из нас, поэтому... Сейчас покажу. Обязательно бирочкой в какую-то сторону. Поставьте лайк, Наташа так старается. Чемоданчик вперед бирочкой, а сейчас там кодик высветится. Он его, наверное, увидит, и чемоданчик уедет. Очень надеемся, встретимся с ним в Эмиратах. Хотелось бы. Ага, это талончик, если потеря багажа будет, тогда нужно будет с ним идти. У нас такое было в Индии, было весело. Мы не сфоткали багаж, кстати. Обычно мы фоткаем багаж, мы забыли его сфоткать. Ну что, народ, вот мы уже попали в зону дьюти-фри. Видите, мы любим эту лавочку, скамеечку. Там можно присесть и смотреть просто на самолетики. Сейчас вам куда-то сможешь смотреть. Мы идти просто в рукавчик смотрят в самолетик, любуешься. Но дело сейчас не об этом. А мы снова расскажем вам, что мы, оказывается, как сдали багаж, я была уверена, что мы еще будем стоять на регистрацию и покажем. И вот то, что мы из носа делали, документики. Наташе страховка же нужна как туристу. И, наверное, у меня, как у резидента, страховку спросят. И у меня вообще должно было еще быть разрешение на влет, которое я тоже получила. У меня был зеленый цвет. То есть никто документы не спросил. Мы просто дали багаж, чтобы нас отправили вперед. Мы сейчас еще, когда будем... Да. Может быть, спросят. Может быть, спросят. То есть смысл тогда лазения этой палочки, у нас, если никто не спрашивает. Не, ну ладно, в принципе, это, наверное, хорошо, что мы так прошли всю очередь и не ждали трех часов, чтобы сделать посадку. Если не понадобится, то не жалко. Да, если не понадобится, то жалко денег. Страховка-то понятное дело, нужна и разрешение, чтобы я была уверена, что меня в Дубае впустят. А вот зачем тогда это все? В общем, вот, любимая лавочка сзади нас. Нам досталось два крайних местечка. Посидим чуть-чуть покушаем. Ну, пойдем там, на аэропорт поснимаем. Дьютик, сравним. Сцены обязательно сравним. Очень много. Ну, народу мы показываем. Народу просто тучи. Но сейчас три часа дня. Народу очень много вопросов. Прошу до тебя. Ну, это, в принципе, классно. Все летают. Вот такое ощущение, если вот снять маски, это будто это времена до этих всех случаев, которые произошли и оставили мир без путешествий надолго. Ну, в общем, пойдем смотреть аэропорт. Разобрали мы наши вещи. Идем вперед. Посмотрим, все-таки лавочки удобные. Вообще просто мега классно. И самолетики. Нет, вот реально только прилетали. Ну, сколько удобно, чтобы поспать. Ну, а ребята спят. Прикольные местечки себе заняли молодцы. Ну, вот мы уже выходим в само здание, которое дьюти-фри и все остальные. Потому что эта вот лавочка так стоит очень классно и скрыта от чужих глаз, можно сказать. Вот много магазинов начинается. Есть дьюти-фри, украинские деликатесы. Сейчас увеличу. И сразу алкоголь. Да, украинские деликатесы и сразу алкоголь. Ладно, вот. Тоже всякие подарки, сувениры. Ну, как мы знаем, это все не очень, в принципе, дешево. Вот. Да, сейчас покажем вам, кстати, лайфхак, где набрать водичку в аэропорту Борисполь. Немножко дьютик остался сзади. Мы туда вернемся еще. Сейчас мы пойдем за водичкой, потому что хочется пить. И завернули за угол. Вот совершенно свободные места. Даша говорит, вот, пожалуйста, места свободные. Не надо ютиться. Вот. Снова лавочки. Классный такой нычечка, нычечка. Проблема выбора. Куда же сесть? Да, ляжь, как ребята. Вон еще люди идут. Ну, все. В общем, сейчас мы что-то вот поставим, сядем, возможно, покушаем, попьем кофе. И пойдем все-таки покажем аэропорт. Ну вот, я вышла, иду набирать водичку. Вот бутылочки. Сейчас наберем. Наташа оставила, смотри, завещаем, потому что действительно здесь, смотрите, какая шикарная зона. Почему она здесь закрыта вся? Видите, вот, заходить нельзя. Ммм, странно. Вот как шикарная зона, сразу прям закрыта. Так. Идем, идем. Знаете, что мы ищем? Мы ищем или детская комната, или комната матери, ребенка называлась. И вот там женщина-уборщица сказала Наташе, что мы оттуда пьем воду. Вот, что мы оттуда пьем воду. Там вода хорошая. Именно в этой комнате. Я уже набирала там, когда сама вылетала. Наташа там набирала. Поэтому такой вам лайфхак. В аэропорту Борисполя можно там пить воду. Кстати, небольшой киосик этот впереди. Сейчас посмотрим. И вот маленький дьютичик. Ой, наверное, здесь так удобненько. Опа, и все. Вот это комната матери и ребенка. Давайте хоть цены посмотрим. Что у нас здесь? Сосиски 105. Прешек 250-125. Сникерсы, баунтик, космические цены. Что у нас здесь? Кофе причем интересует. Эспресско 30, американо 60. Капучинка 90. Большое латте 90. Ну, такие бориспольские цены. Смотрите, сколько стоит пепси. 55. Кстати, в аэропорту Дубае, по-моему, 4 доллара. Пепси стоила вода доллар. Вода точно была намного дешевле. Ну, 45 это чуть меньше 2 долларов, полтора доллара. Пиво, корона 140. Кому интересно. Булочки, кстати, есть. Круассанчик 65. Маффины по 60. Ну, как-то по-божески еще. Вот, классный тут дьютик. Спокойно, никого нету. И дальше идет немножечко дьютика. Так, сейчас нам нужно в комнату. Вот в эту, значит, матери и ребенка. Так. Ох, никого нет. Шикардосненько. Сейчас мы здесь наберем воду. Наташа сказала, что ж там такая вода классная, что? Какие ж там фильтры, что ли, стоят? Так, вот все, что стоит. Не знаю, вот памперс лежит, короче. Может, какие-то фильтры стоят. Но здесь вода вкусная. И здесь мы ее сейчас наберем. Так, ставим бутылочку, открываем. Ладно, это вам снимать не буду, поскольку две руки можно только набрать. Просто вот такой вам лайфхак. Такая удобная комнатка. Вот здесь можно посидеть. Мы как-то зашли, сидела женщина с ребенком, мужчина сидел. Они их перенали малыша. И мы побеспокоили, конечно, и обвинились. Сказали, что мы только наберем водичку. А вот, кстати, напротив электричка. Люди ждут поезда. Набрали водичку, выходим в дьютик. Давайте цены посмотрим, что там. Здрасте. Ну, что, маленькие такие бутылочки есть. По два, три, четыре. Но все равно вам их запакуют, и пить вам в самолете будет нельзя. Вообще, когда летите, особенно в Дубай, в арабскую страну, не надо это делать. Вот, Мартини, хорошая цена, 7 евро. Кто-то из блогеров уже показывал. 8 евро, 8, 9. Что вас еще интересует? Допустим, Ром. Гавана, Кэптон Морган. 17, 16 евро. Хорошо, даже не нужно вам в субтитрах уже переводить. Текилочка, 19, и есть 14. Со шляпочкой такая. Алмека, 26, 24, 32. Так, что вам еще показать? Височки есть. Шикарные височки. Цены я не вижу. Кринбулс, 3 евро. Чипсы, кстати, такие чипсы очень дорого в Украине, но очень дешево в Эмиратах. Очень часто бывает распродажа. О, Бакарди Мохито, 14 евро. Прикольно, хочется что-нибудь взять с собой. Тем более мы в Дубай летим, еще недельку будем в Дубай, наснимаем вам контента. Джимбин, вкусный яблочный, рекомендую, 18 евро. Раз по баллу, вообще класс. Что еще есть? Балантайс, огромный такой, стоит литр 16 евро. Здесь так мало, но уютненько. Милка, 4. Хороший, наверное, подарок детям, если вы не успели купить. Минус 25%. Вот, конфеты Моцарт, эти знаменитые с марципанчиками, да, 7 евро. Но, честно, я их не понимаю, мне невкусно. Вот, Сникерсы и Твиксы, это как конфетки и баунти по 5 евро. Это Фифи, вот прикольно, так как к зубам прилетают. 8 евро. Прилипают, имела в виду. Ой, таблерончик, люблю его. Ну, снова такие зубки, орешки. Вот такой бы взяла бы за 2 евро, кстати, она будет подумать, что еще есть. Орешечки 5-10 евро. Ну так, давайте дальше посмотрим, что еще. Ой, конфеточки, кстати, классные, смотрите. Хороший подарок за 5 евро, в принципе, нормально. И вот такой вот 4 евро, вообще большая коробка. Что ж так дешево, может там реально срок годности заканчивается. Вот, по 4 евро и по 11. А орешенчик 12 евро. Сигареты есть кому интересно. Вот мне, честно, не интересно. О, это вкусный алкогольный бальзам, как мы его называем. Ну, реально, рижский бальзам. 8 евро, очень вкусный. Как-то я пробовала, мне привозили в подарок, действительно. Ну и всякие Гуччи и Дольче Габбана. Это, конечно, Наташкин приоритет здесь. Любит она это все. Ну, и я с ней уже как-то приучилась. Ну, есть какие-то скидочки. Она разную парфюмерию. Вот, 4 плюс 1. Типа 4 берешь, 1 бесплатно. Это ж сколько денег нужно, чтобы набрать на 4. Кремчики какие-то. От загара, наверное, или для загара. Все пишется со скидкой. 20% Эрмес, Иссен Лоран, Армани. В общем, на любой вкус и цвет, ребята. Так, вот Наташа сходила рядом в ресторан Спириту Ди Италия. И тут цены, конечно, дороже. Эспрессо 50, Американу 85. Перевожу на суть титры. Капучино Мега 115. Флатте там был 90, да? 115. Здесь есть мульбную флат-вайт за 110. Эта кафешка явно дороже. Вот. Спириту Ди Италия. Дух Италия. Так что, видимо, пойду я в другой киоск. Кофе хочется, поэтому иду я к первому киоску. Сейчас посмотрим, сколько там миллиметраж-литраж кофе. Потому что, ну, блин, в кафе Спириту Ди Италия, конечно, намного дороже. Уже там люди стоят. Так что, сейчас буду заказывать кофеек. Так, все, покупаем мы здесь. Здесь все-таки дешевле. 90 стоит капучино и Американу стоит 60. В отличие от... Спасибо. От Спирита Ди Италия. Смотрите, вот чек. Ой. Вот, показываю вам. Вот, 150 за два кофе. Вот еще есть марсики, спринглс, орешки, шоколадочки. Спасибо. Здесь ждать, да? Здесь сахар можно взять, крышечки, салфетки. Главное, донести, чтобы не было горячо. Все, дали мне стаканчики и дали еще дополнительный стакан, чтобы я донесла. В общем, беру салфетки, сахарок. Все, идем пить кофе. Так, ну вот, смотрите, кофе. Взяли Американу за 60 и за 90 большой капучин. Кошмар, я за 40 вот такой пью, да? Так, что у нас? Это беточечки выкладываем. Колбасонька. Смотрите, как мама купила все, а я порезала в судочек. Мама и судочек купила. Так, как все удобненько. Дальше там сырнички должны быть. Это, наверное, сырнички. А хлеб? Хлеб у меня в рюкзаке. Сейчас буду открывать хлеб. Брать. Бери. Так, а, снимай меня. Это вкусные слоечки горолини с яблоком. У нас тут целый пиво. Вот и хлеб. Целая туча вкусного оксомытого хлеба. Обожаю. Вот такой вкусный. А кулечек, нет? А, нормально. Все нормально. Боже. А еще у Наташи есть и ролини только у тебя, да? Со шпинатом, с курочкой. У меня с курицей, со шпинатом и брынзой. Это какая-то киевская мода сейчас. Раньше никаких ролини не было. Сейчас вот такой вот. Это вкуснейшее. Мы в Мэге берем, а Наташа у себя в магазине в сельпо взяла. Сейчас будем пробовать кушать. В общем, пожелайте нам приятного аппетита. И не забывайте, когда вы летите, надо кушать, чтобы если вдруг что, у вас была энергия сохранить свою жизнь. Да? Лайфхак от училики к культуре. Наташина любимая вещь и моя, это беточки, приготовленные моей мамой, вкуснячие. Все, сейчас Наташа попробует. У нас распаковка в аэропорту, только не парфюмов, но хлеб вкусный реально. Мне нравится. самытовый на ротке являние, если пробовали вообще, если у вас такой хлеб, очень вкусный. Я хотела его порезать, но у меня так в рюкзак не влазит. Так что, Наталья снимает пробу, тогда я ела бургер в аэропорту. Пассажири в рейсу 541 авиакомпании Sky-A, яки прямую до Родуса вкусно негативно всем приятного аппетита. Вот там вдалеке Мартини у мальчиков стоит и постоянно как-то исчезает или как-то попивают его. Ну, вообще прикольно на виду у всех. Наташа уже такая говорит, может подойти к ним. Наташа доедает ролинищем с телятинкой. С курятиной было побольше. Мы сидим любуемся таким фантастическим небом, о котором я говорила во всех видео. Это просто космос. Ну, постараемся сейчас поймать самолет, который вылетает. Ну, вот, самолет уже летит высоко, далеко. Хотели попробовать записать залет, но вылетал он с какого-то дальнего для нас терминала. Не добежать просто. Народ, смотрите, зашла в туалет, поймала электричку. Вот она какая. Туалет обычный, что есть. Туалетная бумажка есть, кабиночки есть, и тоже есть, где руки посушить, и мыло, и водичка есть. Так что, нормальный туалет, такой вообще и никого нет здесь. Собираемся мы уже с Наташей, но не на выход. Хотим пройти еще набрать водички, поскольку кушали, выпили воду, хотим еще посмотреть, может, как это сказать правильно. Ну, честно, хотим буклишко прикупить, чуток еще вот, уже шапочку одела, скажу вам, в аэропорту зачем-то включили кондеры, сильно очень будет, так что, мы пойдем так что, мама, я поела и в шапке, все хорошо, не волнуйся, все, идем сейчас как раз в дальний самый дьютик, он самый спокойный, что там Наташа. Тетя, привет! Привет! Мне сказали тетя привет и помахали зайчиком, приятно. Киоск недорогой, где я брала кофе, рекомендую, ну, по сравнению с итальянской кафешечкой, вот, тут я уже посмотрела, показала и цены разные. Мне нравится акция 4 плюс 1. 4 берешь, 1 бесплатно, это сколько денег нужно взять, 4. Вот, смотри, что заинтересовало здесь, вот, Бакарди, Мохито, за 14, ты же говорила, за 14, а, 7 мартишка стоит. Так что, у нас выбор, либо 7 мартини, народ, что бы взяли, либо 14 Бакарди, Мохито, конечно, Мохито хочется, блин, а в литр? Да, давай, сумочку, смотри, полюбуйся, полюбуйся, да, есть мартини, по 7, по 8, тоже классно, ну, приятнее, конечно, это да, вкусно будет, давай, это берем, может, какой-то маленький еще, по 9, ну, да, по 9, мне кажется, еще 11 стоил давно, когда мы в Турцию вылетали, было, было 11, ну, что-то маленькое, давай посмотрим, ну, вот это вот такое, маленькое, даудай, хотя здесь не, виски только, ликерчика никакого, он берез, разве что есть, кофейку, контро, а контро это что, вот о чем, это, контро, это сладко, мандариновый ликер такой, не, он вкусный, он такой, да, он мандариновый такой, а может, маленький контро есть, если мы хотим, есть, но мы его, такую бутылочку мы не вытемем, вон, вот она вот прямо, 24 евро, вот, видишь, оно рядом, саморуха, оно такое сладенькое, оно прикольное, это вот, ой, давно, не помню, пробовала, пробовала, от контро вкусненький, он прозрачный, да, он прозрачный, но такого, мне кажется, еще такого белого цвета, но он мандаринчатый, сладенький, возьмем, да, контро, давай, белис возьмем, что там уже, иностранные деньги, просто, решить, там хоть с кофейком, в Дубае попьем, это не знаю, остальное все очень жесткое, ваш столончик на псор, да, сейчас найдем, да, сейчас столончик, еще мы еще подумаем, в чем будем брать, в гривнах, у меня гривны есть, есть евро, а в гривнах сколько будет, это посмотрите, пожалуйста, а сейчас, добрый, так, Наташа сейчас покажет, посадочный, короче, народ без посадочного, вы должны знать, вам не продадут алкоголь, потому что сотрудникам, видимо, Борисполя нельзя покупать алкоголь, здесь, наверное, дешево очень, ну, я не знаю, почему так и правило, эти, какие, игрушечки, о, мне такого мишку, привозили с сердечком, классный, вообще, конечно, в гривнах будет 634 гривни, да, давай в гривнах я дам, да, в 634 сейчас заплатим, нам запакуют, так запакуют, причем, что нельзя распаковать, потому что пить в самолете нельзя, еще раз повторяю вам, ну, вот мы довольны, купили себе уже сувенирчиков, Бокарди, и также, Контрой и Бейлис, в общем, будет вкусненько, я чувствую, и в этом, в аэропорту, да, действительно, намного дешевле, чем, конечно же, в Дубае алкоголь, вот эта кафешечка, где я брала кофе, очень удобно, сзади, естественно, столики, покушать, посидеть, вот, самолетики едут, самолетики летают, ну, и мы скоро пойдем выходить, на наш выход уже, наберем водички, и будем готовы, к выходу до 7, и к полету в Дубае, ну, вот, дошли, стоим уже на посадку, вот, наш рейс, ребята готовятся, интересно, что они нам будут спрашивать, только паспорт, или посадочный, или все другие документы, в общем, Наташа пошла брызнуться в Дюти 3, как обычно, мой лайфхак, когда путешествуешь с Наташкой, хочешь ее потерять, да, да, проедите мимо Дюти Фри, и она потеряется, 100%, ну, что, народ, что-то, честно, Мау не Алесеву, вот, девочка безумно классно сработала, зарегистрировала в нас, но сейчас кучу людей остановили, просто не пускают на рейс, потому что нужна страховка, мы об этом знаем, Наташа купили страховку, но, люди говорят, такой информации на сайте нет, сейчас стоят проверки, Мау, срочно проверьте, потому что, если у вас на сайте это, иди, что, Наташ, станем, чтобы людям не мешать, потому что люди сейчас волнуются, пытаются купить страховку онлайн, у Наташи, у туриста, страховку не спросили, у меня вообще ничего не спросили, мне даже тест этот вот не спросили, у меня спросили тест, ну, как бы, я резидент, у меня страховка априори, есть, у меня должны были спрашивать, но мы читали просто в группах, что у всех туристов, кто вылетает в Дубай, спрашивают страховку, это обязательно, поэтому Наташу мы купили, ну, и так, как бы, лететь, извините, на отдых без страховки, это глупость, никогда этого не делайте, никто не знает, вы можете заболеть, можете упасть, сломать ногу, страховка нужна, обязательно, ребята, то есть, сейчас куча народу, мальчик стопорит, он злится, он, как бы, меня, чуть не, не забыл отдать посадочную, сейчас это важно, с такой стороны, я прилетаю, посадочную, он такой, о, отдает, отдал паспорт, сейчас вообще проверю, отдал ли он мой паспорт, слушай, девушка возмущалась за МАУ, он говорит, а я что, МАУ? да, девушка ему говорит, типа, вы в МАУ на сайте это вешаете, правило, говорит, а что, МАУ? ну, не знаю, мальчик, в галстуке МАУ стоит на регистрации, МАУ регистрирует, то есть, вообще, что-то, логике не поддается, я не пойму, мы в руках выходим, шикарно вообще, выходим в руках, сейчас свайпим, пропустим людей, давай, вот, и заходим в руках, короче, как я и говорила, я потратила денежки, пустую, знаешь, это был 1% из 100, что это вот тест не спросят, все вылетают с тестом, все, он просто, он все, мальчик просто уже такой задолбанный, да, конечно, ну, наверное, может, работает овер, не больше, что вам повезло, на самом деле, слушай, я сейчас проверю, подожди, отдал ли он мне мой паспорт, подождите, не знаю, там, разберемся, водичку возьмем, все, проверила, паспорт мой отдал, уж если бы еще не мой паспорт отдал, было бы вообще прикольно, все, Единотаж будете снимать, дай, паю, как мы заходим, ну да, перевожу, это классная рекламка, такая радужная, все знают, ханекстур есть, вот, это сзади бежит, дедки бегут, все, ходим сейчас, ой, как дует, здравствуйте, здравствуйте, добрый, так, у нас 12, здравствуйте, здравствуйте, так, 12, помните, в прошлый раз у нас было место, А, П, А, это окна, а сейчас у нас 12 место, 12, Е, Д, Ф, окна, сейчас у нас же зайдет, я заброшу вещи, так, у него, что же такое, я чуть спину не сломала, так, срыса, плохо играешь, я несла его долго, и ничего, нет, там лежит кое-что за 14 села, извините, еле подняла, так, оставляем здесь шок, водичку, сразу же вытащить, вторую водичку пока не надо, ну, тогда все, так, я еще закину, так, народ, нужно вовремя приходить, чтобы занимать нормальные виска, чтобы вещи были над тобой, а то перекинуть потом в салон, куда-то туда, будешь вещи, стоит, эти виска, ох, все, подтягиваем шпины, поезд супермена, все, мы готовы, надеемся будем снимать, и ночной Дубай, и вечерний, когда литер сорочий, и сейчас поснимаем чуть-чуть, чуть-чуть отчуда поснимаем Украину, в общем, в принципе, не весь, не полный, мы летели было больше, мы летели было больше, поэтому, ну, Наташа, просто Наташа, ну, ты что-то мешает под низом, понимаешь? Давай поищем, давай, это пакет этот, который, это парашют, он не должен мешать, парашют, что ты в руку сешься у вас, не хорошо даже, железе там свистишь, то ли акула глухая, то ли свисток не работает, из этого варианта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА